Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас макияж новинками декоративной косметики Фаберлик. Давайте приступим. Мне мокрая голова, потому что пока мело чуснула, нам надо с вами снять. Так, я подготовила кожу, очистила, нанесла крем. Теперь у нас с вами тональный крем с сиянием из линейки Glam & Glow. Так, из линейки Glam Team 65, 46 артикул. У меня в самом темном оттенке. Сейчас посмотрим. У меня сейчас кожа на данный момент нормальная. Нет в этой зоне жирного блеска и так далее, чтобы вы понимали. Вот такой здесь дозатор. Наносим с вами на лицо. Пока будем наносить, буду вам рассказывать про другие новинки. Что касается новой туалетной воды, буду наносить кистью Фаберлик для тонального крема. Что касается новой туалетной водички, мужской блокбастер, мне очень понравилась. Муж тоже оценил. Она у меня на руке, была до самой ночи, хотя я много раз в течение дня мыла руки. То есть 6-7 часов. Все, дальше я ее практически не чувствовала. В душ сходила, все, она смылась, не чувствовала совсем. Мне кажется, на одежде она будет до стирки. Она достаточно стойкой для Фаберликовских вод. Я вот так вот считаю. И были вопросы уже в комментариях. Я бы ее рекомендовала мужчинам 30+. Молоденьким 15-20-25 нет. Она как-то вот такая все-таки больше на взрослых мальчиков. Так, наносим. Крем достаточно плотный. Я уже это поняла еще вчера. Нравится. Да, кстати, одушку у нее лунику напоминает, девчонки. Она достаточно ярко выражена. Что-то я много прям на лицо. Достаточно ярко выражена. Сейчас посмотрим, ощущение это на лице или нет. Действительно, у этого темного оттенка, вот опять вам камера не передает, хотя снимаю при естественном освещении, есть какой-то розовый подтон. Он нормальный, он благородный, но он есть. Так, перекрывающая способность хорошая. То есть вот мои пигментные пятна практически перекрыли. Видите, чуть-чуть видно. Перекрывающая способность неплохая. Он плотненький, да. Сияние. Но есть, да, есть светоотражающие частички. У нас с вами еще задача посмотреть, западает он у нас с вами в поры, подчеркивает ли морщинки. Вот много, много нанесла. Зачем? Не знаю. На упу то же самое. У меня поры расширены в той зоне, хоть и кожа сейчас нормальная, поэтому будет видно. На руке он западал, да, правильно вы подметили. В обзоре заказа на руке он западал. Такой какой-то вот коричнево-розовый подтон у него, девчонки. Не знаю, передает вам камера это или нет, но он есть. Вот эта вот розовинка в этом оттенке, она есть. Она, в принципе, приятная, то есть на коже смотрится красиво и по цвету мне подходит, да? Не знаю. Так что туалетную водичку, так, бюстик, девчонки, бюстик, который был в заказе. Кто заказ не видел, ссылочки всегда оставляю в инфобоксе. Бюстик вообще изумительный. Мне правильно написал кто-то из девочек, что да, он особая поддержка благодаря вот здесь вставочке сбоку. Да, тут вставочка, которая тоже с косточками. То есть косточка не только идет основная, вот тут еще на вставочке. Девчонки, как он держит грудь? Несмотря на то, что там нет поролона, очень давно у меня не было такого бюстика, который так красиво держит грудь. Вообще изумительно. Так что я прям довольна на все сто, и я наконец-то хотя бы попала в размер, и я знаю, что у меня размер 85С. Изумительно мне в нем комфортно. Вообще красота. Так, слушай, ну пока не западает. В поры не западает, и немножечко даже в Т-зоне их сглаживает. Не знаю, видно вам или нет. Поры, конечно, камера не передаст. Пока в поры не западает. И морщинки не подчеркивает. При распределении кистью покрытие получается достаточно тонкое, но перекрывающее. Видно, да? Это видно, что хорошо он перекрыл какие-то покраснения, неровности и так далее. Сияние действительно есть. Светоотражающие частички в составе есть. Видно вам? Вот то, что блестит, это нежирный блеск. У меня кожа нормальная. И тональник он сам нежирный. Это вот именно светоотражающие частички. Поэтому, да, слушайте, оттенок абсолютно мой. Разницы никакой у меня с шеей нет. Оттенок абсолютно мой. Это хорошо. Так, что у нас с вами дальше? Пока тональник У5 с плюсом. Сейчас будем смотреть в процессе, не западает ли в поры и так далее. Пока очень здорово. И перекрытие хорошее. И плотность, и сияние вот это есть. Мне кажется, и возрастной кожи подойдет, потому что мимические не подчеркивают. Вот есть они у меня здесь, но он их прям не подчеркивает. Он не сухой. Есть такие тональники. Почему не люблю тональниками пользоваться? Почему вот это мой любимый продукт? Потому что подчеркивают, да? Делают кожу еще суше. Кожа сухая не нужна никому. Сухая кожа стареет быстрее. Поэтому всевозможными способами нужно ее нам с вами увлажнять. Так, дальше у нас с вами вот этот вот продукт. Инкредиблс. Это опудра бронзер в шариках. Артикул 6531. Я уже вам показывала в обзоре заказов. Здесь есть пуховочка. Кому-то удобно будет пуховочка, кому-то нет. Я сейчас буду пробовать кистью. Шарики все разного размера, разного оттенка. Я не понимаю, почему они во все три продукта... Ладно, хайлайтер. Он и есть хайлайтер. Напихали вот этих много блесток. Я, девчонки, наверное, если бы знала бы, что здесь практически все шарики с блестками, я бы не взяла этот продукт. Потому что, допустим, вчера я нанесла в обзоре заказа немного, да? И я же малышку ношу на ручках. Я же ее целую. Я же с ней играюсь. Обнимаю миллион раз на день. Она у меня вся была в этих блестках. И это именно блестки. Ладно бы это был какой-то шиммер, равномерная какая-то консистенция, но это именно блестки достаточно крупные. Мне не понравился из-за этого продукта. У меня есть запеченный бронзер от Ифраше. Вот там та же история. Там вот это огромное количество блесток. Вот оттенок нравится, и здесь оттенок нравится. Но из-за того, что их полно, и они остаются на моем ребенке, это не очень удобно. Не очень удобно продуктом пользоваться кисточкой, потому что в кисточке, вот я набрала продукт, три шарика там маленьких застряли. Это тоже неудобно. Давайте делать с вами контуринг. Нет, контурируют. Я вас вчера обманула. Ну, мне так показалось, но румяно наносила. Смотрите, видно, как хорошо. То есть отконтурировать можно, несмотря на то, что в основном там один хайлайтер. Отконтурировать можно, растушевать можно. Тушуется так, средненько. Средненько. Не, ну классно, отконтурировать можно. Ладно, хоть так. Но вот из-за этих блесток, я не знаю, пока я этим продуктом буду пользоваться крайне редко, потому что у меня Крестюшка вчера вся блестела. Так, вот тут. Я хочу на верхний век еще нанести. Вот так. Перчатки еще, девчонки, спрашивали, больше зима или осень. Средние. На сильные морозы, конечно, будет маловато. Красиво. Лифтинг-эффект с вами делаем, да? И неудобно. Волосики надо убрать вот сюда. Лифтинг-эффект, видите? Две половинки. Всегда вам показываю. Мы сравниваем. Обязательно вот эту зону затемняем. И у нас сторона как бы вытягивается кверху, да? Лифтинг-эффект и подбородочек. Уже за счет того, что мы вот здесь с вами контурируем тоже. Вот видите, как отличаются две половины. Так, поехали дальше. Вторую сторону. Давайте без вас уже. Вам не кажется, что я сильно сияю? У меня такое ощущение, что у меня вот здесь везде хайлайтеры. А это нет, это тональный крем со светоотражающими частичками. А здесь вообще как ниггер. Надо подтушевать. Так, у меня еще одна кисть есть. Чистая. То есть это прям вот сияй-сияй. Сияй по полной программе. Ну сейчас это модно, это все понятно. Но, допустим, к ребенку я так не подойду. Сейчас сделаю макияж и пойду все эти блески снимать. Ну или хотя бы вот так сейчас кисточкой обтреплю лишние. То есть контур есть. Мы это все с вами видим. Камера, кстати, очень хорошо передает. В жизни не так даже сильно видно. Да? Контур есть. Все отлично. Лишние блески. Обсыпайтесь. Вы мне не нужны. Сияю. Носик надо с вами еще сделать. Нам чуть-чуть. Контур. Не очень люблю такими сияющими продуктами делать контур. Это красиво, здорово, но допустим, краситься можно таким продуктом уже после того, как вы оделись. Иначе тоже на одежде останется. Ну вот так. Так, верхние века, да? В общем, вы поняли мой отзыв по данному продукту. Здесь слишком много хайлайтера, слишком много блесток. Мне это не нравится. Нижние века с вами сейчас подведем вот этим моим любимым оттеночком из теплой палетки. Артикул 5738. Хорошая палетка. Мне нравится. Хоть и пылит сильно, но тем не менее, она все равно очень достойная. Лучше, чем другие палетки. Поберлик. Он такой слегка в розовенцу. Знаете, нюд. С сиреневым, что ли, потоном. С легким. Второе века подводим. Мне кажется, эти шарики у меня останутся как какой-то вечерний макияж. Ну, не знаю, может, и буду пользоваться. Так-то, в принципе, все красиво, очень достойно, модно, стильно. Красивый получается контуринг. Но с малышкой это не очень удобно. Стрелку нарисую. Вверх уже тени не буду использовать, потому что у нас там с вами шарики. Да, видите, как веки сияют. Мне кажется, хорошо передает камера это сияние. Так, карандашик у меня Glam Team, тоже коричневый. В артикуле 56-52. Очень хороший. Для стрелочки карандаш. Ну, я стрелку даже делать не буду. Я межресничку прокрашу. Вроде и не черный такой, не сильно мрусткий, коричневый. Я им пользуюсь прям с удовольствием. Он стойкий. На меня вообще не отпечатывается. Это аналог, вот кто, девчонки, любил каялы. У меня до сих пор еще и каял фуберлик есть, коричневый. Они там оставались в распродаже, но какие-то в крайне неудачных оттенках. Вот кто любит каялы, это аналог каяла. Только дороже. Мне же ресничку прорисовала, да? И на втором глазике также. Но пока тональный крем в поры не проваливается. А что касается блесток... Нет, анальный крем сияния прям. Я сейчас смотрю, такая аж замерла. Вот тут, где нет у меня шариков, лицо сияет все равно. Вы видите? Нет, эффект классный. Мне нравится. Особенно вот возрастной, вядающей кожи, мне кажется, будет здорово. Возрастная кожа должна стремиться к сиянию. Поэтому даже если она у вас комбинированная и жирная, не переживайте, девчонки. Значит, она постареет у вас медленней. Морщинки не будут так заламываться, как на сухой коже. Все, теперь тушь. Тушь у нас с вами фест-класс. В коричневом оттенке. Вы всегда у меня спрашиваете, что на ресницах. Я вам всегда отвечаю. Теперь, пока всегда, у меня две штуки в запасе. Это тушь фест-класс коричневая 5372. Зеленая и синяя, я знаю, приходят в плохом качестве, создают комочки-катышки. Множественные отзывы ваши это доказали. А черная, вроде как, но я ее не брала. Девочки пишут хорошо. Вот такая вот здесь кисточка. Набирает много туши. Я хотела же подкрутить. Девочки, я все время забываю. Вот это вот сделать. Я же взяла подкруточку, которую мы с вами в Галамарте обозревали. С вот этими щипцами для ресниц вообще эффект вау. Просто. Он и так вау. С щипцами и без туши вау. А с щипцами просто. Хлопай ресницами и взлетай. Вот чуть-чуть нанесла уже, и видите. И то вот половина результата стрелка смазывает, да, из-за нее ресницы не видно. И то уже, смотрите. Это вот чуть-чуть коснулось только тушью ресниц. Ни одного комочка, чтобы вы не сомневались. Хотя некоторые девочки писали, что им и зеленая приходит нормальная. Поэтому здесь опять Фаберлик чудит с партиями, я так подозреваю. У Фаберлик такое бывает. Мы с вами знаем, как средство для мытья посуды. Кому-то с грейпфрутом пришло густое, кому-то с грейпфрутом пришло жидкое. Так тоже бывает частенько. Так, нижние. Что у меня тут уже? Конечно, когда красишь ресницы, обязательно нужно открыть рот. Но я стараюсь этого не делать. Один слой, девчонки. Один. Огонь? Конечно, огонь. Второй глазик. Вот один слой туши на моих ресницах. И уже красота. Но я люблю два. Чтобы вы тоже убедились, что она не создает комочков. Она позволяет себя наслаивать. Я немножко люблю подождать перед вторым слоем, чтобы она чуть подсохла. И она не снимает за собой второй слой. Просто кто-то в отзывах писал. Нет, она не снимает. Пока я красила второй глаз, этот уже немножко подсох. И уже красиво, хорошо наслаивается. Просто огнище. Мне, как всегда, на этом глазу ресница, даже если подкручиваю, постоянно выпадает из строя. Хоть ты убей ее. Быстрее бы она уже выпала. Надо ее выдернуть. Все остальные реснички в ряд, ровненькие. А тут... Два слоя. М? Огнище, девчонки? Конечно, огнище. Второй глазик. Ну все, девчонки. Два слоя фест-класс у меня на ресничках. Эффект бомбезный. Вниз вот так видно вам. Еще отпечатывается. Не вышло. Ну класс же, класс. Тушь вообще, я говорю, сейчас вот на повседневной основе у меня макияж очень прост. Тушь и нижний век максимум подвести. Потому что когда тушь классная, глазки смотрятся сразу большими, красивыми, здоровыми. Так, еще у нас с вами оттеночный бальзам. Бежевый. Розовый у меня Ксюша забрала уже в школу. 407,67. Нанесем... Ну вроде вчера по факту губы не высушил. Потому что предыдущие мне сушили губы по факту. Вот он в стике. У меня татуаж. Поэтому немножко искажает цвет. Хотя он действительно есть. Выбеливает губки. Как перламутр. Ну как перламутр, да, девчонки? Оттеночек сам по себе. Вот так. Макияж завершили. Мне кажется, вот сюда очень хорошо подходит этот бальзамчик. Прям хорошо. Вот такой макияж сияющий у нас очень здорово подходит. По итогу. Посмотрите, как сияет лицо. Видите? Мы с вами выполнили красивый, модный, кстати, очень контуринг. Как здорово затемняет и на камеру, и в жизни нужные места вот эти шарики, да? То есть в этом плане прям 5 из 5. Затемняет здорово. Контуринг. Красивый, модный. Смотрите, под какой цвет и тип подойдет. Я не знаю. Мне очень подходит. Мне нравится прям свое отражение. Сейчас мне нравится сегодняшний макияж на все 100 баллов. Правда. Мне нравится, как сияет тональный крем. Потрясающе. Эффект сияния кожи. Лощеный такой, знаете, ухоженный. Мне очень нравится. В пору он до сих пор не запал. Буду смотреть, наблюдать по факту, что с ним станется вечером. И обязательно в ближайшее время в инстаграм пост на него выложу. Кто не подписан на инстаграм, ссылка всегда под видео. Напишите, как вам макияж. Мне очень нравится. Вот там, где надо, смотрите, как он очень здорово, красиво затемнил. Да? Макияж, мне кажется, вообще бомбезный получился. Хотя очень простой. Но мы с вами сияем, и это очень красиво и достойно, мне кажется. Сейчас еще раз поближе, сейчас прям к вам придвинусь. Смотрите. Мне понравился, как на веках. Тоже такой цельный образ получился. В одном оттенке, грубо говоря, и на веках у нас с вами этот оттеночек, и на всем лице. И прям бальзамчик сюда тоже подошел очень здорово. Красиво смотрится. С этим цветом волос вообще, мне кажется, этот макияж здоровский. Такой, знаете, немножко под загар. Ну, классно. Мне понравилось. Все продукты понравились. Я говорю, единственный минус, это огромное количество блесток. Вот мне нравится, называется, не пользуйся. Рассыпала. Ладно, сейчас соберем. Так что, девчонки, делайте выводы сами. Нужно оно вам, не нужно. Ждите пост в Инстаграм. Посмотрю, вечером западет, впору не западет. Пока все сияет, пока мне очень нравится. Все гармонично, вообще очень здорово. Ну, и на этом все, мои хорошие. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Хорошие подарки, хорошая продукция. Все равно возвращаюсь и возвращаюсь всегда к Фаберлик, чтобы не тестировала даже люкс. Все равно. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok